Синтекс для проверки модели с точки зрения отсутствия кластеров на стыках четвертей тоже приложен на моем сайте в соответствующем разделе «Иерархический кластерный анализ». Чтобы закончить проверку качества модели, надо убедиться в том, что она статистически качественна, то есть предсказывает значение достаточно точно. Другими словами, нулевая гипотеза о том, что отклонение предсказанное значение от эмпирических, статистически незначимое, должна быть принята. Для этого я снова запускаю сплит, снова запускаю регрессию и прошу сохранить предсказанные значения. Видим, второй кластер предсказывает такие значения в зависимости от значения предиктора. Предиктором у меня сейчас выступает политическое доверие, зависимые переменные, межличностное доверие и так далее. И потом для первого кластера на основе своей закономерности тоже предсказываются значения у на основании значения х. Теперь осталось проверить, насколько различаются ли статистически эмпирические значения и предсказанные значения по межличностному доверию. Проверяем. Копируем в Excel оба столбца, перенес в Excel, причем я сразу сделал регрессию и обратную, рассчитал предсказанные значения по политическому доверию. Перенес в Excel, вот кластеры, вот значение предсказанное, эмпирическое, эмпирическое предсказанное. Рассчитал величину остатков по каждой из этих переменных, остатков в квадрате, в соответствии с формулой Reduced Key Square. Итак, статистическое отклонение незначимо, поскольку significance существенно больше 0,05, нулевая гипотеза принята. Подытожим. Мы получили вытянутые кластеры, два вытянутых кластера, каждый из которых задается своей функцией, положительной и отрицательной связью между политическим и межличностным доверием. Эта модель показала высокое качество, так что может быть использована на практике. Продолжение следует...